Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на информационном канале ИнстаФорекс ТВ. Вы смотрите недельный обзор, подготовленный специально для вас командой ИнстаФорекс. С вами я, Тахмина Соломова. Фондовые индексы США завершили неделю месяц и квартал на высокой ноте. При этом ASNP500 и NASDAQ в очередной раз достигли исторических максимумов. Значение индекса NASDAQ Composite в пятницу увеличилось до максимальной отметки 6495,96 пункта. За неделю индекс прибавил 1,1%, за месяц – 1%, а по итогам квартала – 5,8%. Индекс Dow Jones в пятницу поднялся до 22405,09 пункта. Его недельное повышение составило всего 0,3%, а вот по итогам месяца и квартала достижения были серьезные – 2,1% и 4,9% соответственно. Индекс Standard & Poor's вырос по итогам сессии до рекордной отметки 2519,36 пункта. За неделю он успел прибавить 0,7%, по итогам месяца – 1,9%, а за квартал – 3,9%. Инвесторы оценивали заявление Джанет Йеллен о том, что Федрезерв намерен повысить в третий раз в этом году процентную ставку, а также долгожданное объявление администрации Дональда Трампа о запуске налоговой реформы. Аналитики отмечали, что котировки бумаг выглядят несколько завышенными, и инвесторы могут сделать паузу после недавнего импульса. По их оценкам, S&P 500 может упасть на 5-6% до конца текущего года. Повышение рынка акций в этом году обусловлено сильными корпоративными отчетами и хорошими экономическими показателями. Статистика, опубликованная в пятницу, указала на слабый рост расходов и доходов американских домохозяйств в августе. Расходы увеличились на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, доходы на 0,2%. Тем временем, индекс потребительского доверия от Мичиганского университета в сентябре снизился до 95,1 пункта с августовского уровня в 96,8 пункта. Акции фармацевтической компании The Genix взлетели в цене на 172% благодаря информации о положительных результатах испытания разработанного компанией препарата для лечения редкой формы эпилепсии. В 2017 году акции компании прибавили в цене около 6%. Бумаги сети супермаркетов Who Foods, недавно купленные Amazon.com, подорожали на 0,4%, несмотря на сообщения о попытке кражи хакерами данных о платежных картах клиентов через приборы для считывания карт. Стоимость акций Amazon тоже выросла на 0,5%. Вы смотрели недельный обзор на канале Инстафорекс ТВ. Мы желаем вам прибыльных торгов и до скорой встречи!